Уйдут пять с утра, идут на ура! Русские перцы! На русском радио! Русские перцы! Когда на сегодняшний день спрашивали, а кто будет в гостях, ну там люди в социальных сетях или просто интересовались, и у меня кто-то спрашивал, кто у вас завтра в гостях? Я говорю, да у нас певец Эмин. Первая реакция была, да ладно? Ого! Поэтому встречайте, с огромным удовольствием мы приветствуем здесь, в эфире русского радио, Эмин. Ой, всем доброе утро! Доброе утро! Я у вас так давно не был, соскучился по вам, у вас так красиво стало. Эмин, пока тебя не было, да, мы успели обновить студию, сделать ремонт, успели дать несколько концертов. Мы готовились к твоему визиту, да. Ремонт делал не я, к сожалению. Ремонт делали мы, но можем и тебе вовсе сделать, если как бы что-то, нет? Ну, мы действительно давно не виделись, очень рады тебя здесь видеть, и судя по той информации, которая у нас есть, лето у тебя обещает быть жарким. Да, я люблю жаркое лето, насыщенное. А где обычно ты проводишь жаркое лето? Ну, в основном в Москве, но и часть этого лета провожу в Баку по двум важным причинам. Первая, самая важная, потому что у меня там дети, и я к ним постоянно летаю, стараюсь делать это каждые там 7-10 дней. А вторая важная причина – фестиваль «Жара», который я организовываю с 25 по 28 июля в этом году, куда я вас, друзья, всех приглашаю. Мы работаем. Спасибо большое. Мальчики работают, я приеду. Приезжайте. Мы с Эмином договорились. Не пожалеете. Вот я сейчас не понял вот этого, Леша. Вот я вот сейчас этого не понял. Парни справятся и без вас. Я тоже так думаю, да, да, да. Ну, хорошо. Отпускаете? А мы по теле. Нет, мы как-то на тебя справлялись, Галь. Мы, как всегда, через пару месяцев посмотрим телеверсию. Да, на Первом канале. Имя, ну, а ты зачем себя так загружаешь летом? Ведь можно же, ну, отдыхать, ничего не делать. Это я делаю в августе, потому что, ну, всегда отдыхать нельзя. И когда есть огромное количество возможностей организовать какие-то грандиозные, красивые вещи в виде фестивалей, концертов, лето-лайв мы делаем вместе с «Русским радио» в Шорхаусе. Да ты что? Да, кстати. Правда? Да, да. Как-нибудь придете, посмотрим. У меня, кстати, концерт 14 июня. Приходите. Ох ты. Да, а это где вообще? Да, это прямо на территории Крокусите, на берегу реки. Вообще, конечно, это очень приятный летний проект. Здесь я должен сказать опять, что мы работаем, а ты пойдешь, да? А я там, кстати, регулярно, я живу там через мост, и поэтому я всегда понимаю. Тем более. Ну, знаете, вообще, я считаю, что концерты открытые, такие open-air, когда еще чуть-чуть под вечер светит солнышко, и потом оно уходит, и темно, яхточки. Это всегда красиво. Свежий воздух. И мин поет. И пьется легче. Лех, мы здесь лишние сегодня, у меня такое ощущение просто, понимаешь? Ребят, идите отдыхать, и мы все сделаем. Закат, Эмин, Шорхаус, до свидания. Эмин принес нам настроение лета, действительно, в Шорхаусе. Друзья, проект «Лето.Лайв 2019», ваши любимые артисты выступают каждую неделю. Каждую неделю. На следующей неделе у тебя концерт. Как ты готовишься? Я не готовлюсь. Просто выходишь и поешь душой? Я давно приготовился, и выхожу теперь просто пою. Как могу. Ну, я в Инстаграме у тебя видел вот эти вот вещи. Эмин, а вы будете петь нежной? Вы выучили текст? Ты говоришь, нет. Нет, конечно, нет. А я беру бумажку. Потому что у меня вот шпаргалка... Ты работаешь с пепитром? Нет, не с пепитром. У меня к полу клеится бумажка-шпаргалка. Потому что если я думаю о тексте, я обязательно его забываю. А когда я знаю, что он есть, у меня есть такая уверенность, что я все-таки его спою. Это как на экзамене практически то же самое. Друзья, у нас в гостях Эмин. Сейчас сделаем паузу, а после продолжим. Дорогой Эмин. Именно так отвечает концертный директор Эмина, когда его заказывают концерт. А вот, а у нас Эмин в гостях, а это значит, что здесь воцарилось хорошее, знаете, ощущение чайпития настоящего. Да, Эмин дает множество концертов в 2019 году. Правильно мы понимаем, что у тебя налаживается гастрольная жизнь? Ну, она наладилась пару лет назад, и уже как-то от нее никуда не деться. Порядка там 80, наверное, концертов в год мы даем. Какая у тебя аудитория? Вот, когда, например, мы говорим там... Секси. Ну, потому что... Вот поэтому мы и не пошли. Я понимаю, почему Эмин так говорит, потому что, насколько я понимаю, аудитория в большей степени женская. Да именно. Если бы она была в большей степени мужская, я бы, наверное, перестал гастролировать. А ты не боишься, что слушают не твои песни, а просто поедают тебя глазами? Это вполне устраивает, потому что все равно билеты все проданы. Ну, кара, за что ли? Чтобы поесть глазами, нужно сначала заплатить. Все логично, да. Нет, на самом деле очень приятно, потому что приходят, в основном, почти во всех городах аншлаги. Ну, бывают, конечно, исключения. И мы этого не боимся, потому что когда-то я ездил вообще по пустым залам, когда только начинал, там, 10 лет назад. Ну, это нормально, ты же их специально строил. И самое главное то, что выходишь на сцену, такое количество женщин. Я всегда благодарю мужчин, я знаю, что они на этих концертах не по собственному желанию. Их кто-то ответно привел. А ты знаешь, как они страстно реагируют к тебе? У меня одна знакомая, ей муж устроил истерику, что, типа, ты как Эмин, там, почему он так на тебя посмотрел? Почему он так выглядит хорошо, черт возьми? А, на концерте я посмотрел? Это реальная история? Ну, возможно, там, где-то там, понимаешь, там, конечно, то есть, понимаешь, там, реальная история. То есть, человек устроил истерику, вот ты почему, а потом то ли ты так смотришь на Эмина. То есть, вот какая-то такая совершенно за грани для меня лично. Я просто очень плохо вижу. Ты красотка! Что ты сказал? Я просто еще и слышу плохо, понимаете? Что-то музыка громко играет. Слушай, ну ты упиваешься, я смотрю, вот этими всеми комплиментами в свой адрес. Ну, не могу сказать, что упиваюсь, но на самом деле, любой, наверное, человек, который поет и ищет сцену с детства, ему приятно, что что-то реализовалось и получилось, потому что это такой долгий путь, и в моем случае он мог бы и не случиться, поэтому я с благодарностью отношусь к тому, что это произошло. Слушай, Алан, скажи, пожалуйста, у тебя уже и вообще было ли это в твоей карьере, да? Нет, это понятно, да. Четверо. Все же говорят, ну, наперебой, чего это сам отрывать-то, говорит? Да вон это сам, да он все купил, он зрителей проплатил, все нормально. Вот когда... За сколько? Вот в общем вопрос. Почем зритель, да? А когда ты от этого начал абстрагироваться и спокойно вот к этому относиться? И есть ли это сейчас? Ну, я всегда абстрагировался, наверное, отчасти причиной, потому что я начал свою карьеру за рубежом все-таки, в Англии, с каких-то радиоротаций там, маленьких концертов там. То есть хотелось не ассоциироваться с фамилией. Я, как бы, меня знают как артисты, знают как имена. Сегодня, я думаю, что большинство людей, которые приходят на мои концерты, в разных городах, там, в Новосибирске, в Нальчике, в Махачкале, это люди, которые не ассоциируют меня с бизнесом, с каким-то состоянием, с компанией «Крокус». То есть, ну, пришли на песни «Имина» и круто. Это правда, я уже это сказала, но давай я повторю в эфире. Когда-то я узнала о певце «Имини», именно тогда, когда ты приехал из Англии, давал концерт в центре Москвы, и тогда была еще англоязычная программа. Шесть, ни одной русской песни. Ни одной русской песни, все было на английском языке. Я думаю, что за певец, кто, чей, да все равно, песни понравились. Поэтому, ну, действительно, ты очень как-то, мне кажется, так правильно тогда появился. Да, полюбили тебя вот именно за, ну, за твое творчество. У меня, в защиту того, что вы говорите, могу сказать следующее. Очень много состоятельных, богатых людей, особенно их детей, которые пытаются стать артистами, и, в принципе, редко у кого это получается. Поэтому это все равно большая работа, это все равно музыка. И в итоге, в результате все о песнях. То есть, как бы, если есть репертуар, если есть песни, которые трогают, тогда будет аудитория. Если нет, купить это невозможно. Иначе я бы сэкономил себе кучу времени. Просто взял бы и купил бы. Слушай, Эмин, но ведь хорошую песню можно приобрести? Ну, вот если говорить о репертуаре сегодняшних российских артистов, и зачастую они жалуются, вот, нет песен, нам никто не пишет. Ведь это неправда. Это отчасти правда. Потому что, если бы можно было легко купить песню, поверьте мне, начиная от Григория Викторовича Лепса, заканчивая любым другим большим именем, всем удобно купить песню, не заморачиваться, не сочинять, не писать. В стол, как говорится, да на студии. Не мучиться. Не мучиться. Купил хит и вперед. И работаешь с этим хитом весь год. Если бы это было бы возможно, то все бы это делали. На самом деле такое происходит. Отчасти это бывает либо случайность, либо это бывает процесс, когда ты купил 50 песен, да, и 10 записал, и одна стала хитом. Вот таким путем. А так, чтобы пошел в магазин, и дайте мне хит, пожалуйста, танцевальный, одну балладу, две среднетемповые, и я пошел. Сколько посчитайте, да? То есть вот так это не работает. Да, и Лобода рядом. А вот это у меня, я раньше занимал. Все нормально. Кстати, может быть, неплохой бизнес. Все ищут треки. На самом деле, и Света Лобода, с которой мы дружим общаемся, и Григорий Викторович постоянно в поиске, и Ани Лорак. То есть мы все, все артисты находятся в поиске. Причем иногда сочиняются самостоятельно, каким-то вдохновением и случайным образом. Иногда кто-то предлагает песню, но мы все получаем огромное количество материала от авторов, известных авторов, которые написали известные большие хиты. Но очень редко бывают большие песни. А дело в том, что, ну, как это можно сказать? Империя и Мина расширяются. Появляются у него новые продукты и так далее. Новые друзья. Новые друзья, да. И вот уже Антон наш, Юрий, фантазирует на тему того, что будет, значит, напиток со вкусом люля-кебаба. Ну, а что нет, все нормально? А можно просто люляшечку съесть и все. Понимаешь, зачем нам напиток? Мы не откажемся от такой... Ой, давайте о творчестве, ребята. У нас же в гостях певец. Певец, и тем более мы готовы послушать песню Мина, которая называется «Нежная». Ой, это мой новый сингл. Да. Да. Ну, а ты что, и сказать нечего. Мы еще от «Невероятной» не отошли. Да. А тут уже «Нежная» появилась. Когда появляется какая-то новинка, все говорят «Новая» на русском. А твое объявляют как «Нежная». Нежная на русском, да. Ну, расскажи про песню. Ну, видишь, у меня песня «Невероятная», «Нежная». Все посвящается женскому полу. Ага. Песня не про вас, ребят. Да. Да. Расслабьтесь. Мы не ожидали, что у тебя выйдет песня «Классный». Поэтому, как бы, что уж тут «Нежная». Да, премьера на русском радио. Давайте запремьерим, а после обсудим новый трек, Амина. Певец, Амин. На русском радио. «Нежная». Можешь еще раз для поклонниц? Всем привет. Моя новая песня на русском радио «Нежная», друзья. Нажать на тормоза, ты опасная, красивая. Я объездил много стран, но не нашел нигде тепла. И увидев только раз, я не могу забыть, как ты меня манила, за собой тянула. Летят твои стрелы, что же мне делать, чтоб ты вернулась? Ты меня манила, ты со мной играла. Я попал в твои сети, дай прикоснуться к тебе. Полюби меня. Нежная ты, нежная, ты меня сожгла. Движениями и небрежными обними меня. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Вся такая дерзкая, полюби меня. Все твои стрелы, мой сердце так смело, твое дыхание. Все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь. Я поймаю тебя, я тебя заберу, ты смело касалась. Но не забудь эту жару, я с тобой не играю. Ты меня манила, за собой тянула. Летят твои стрелы, что же мне делать, чтоб ты вернулась? Ты меня манила, ты со мной играла. Я попал в твои сети, дай прикоснуться к тебе. Полюби меня. Нежная ты, нежная, ты меня сожгла. Движениями и небрежными обними меня. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Вся такая дерзкая. Меня. Ты меня сожгла. Все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь. Меня. Я поймаю тебя, я тебя заберу, я с тобой не играю. Полюби меня. Нежная ты, нежная, ты меня сожгла. Движениями и небрежными обними меня. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Вся такая дерзкая. Полюби меня. Нежная ты, нежная. Полюби меня. Нежная ты, нежная, ты мне нравишься. Такая дерзкая. Хотелось бы поздравить Эмина с премьерой песни. Русское радио, нежная. Спасибо огромное. Это такой нехарактерный для меня трек. Я решил сделать такой полный ребрендинг артиста Эмин. Много веселых, свежих, летних, красивых песен о женщинах. Мы говорили какое-то время назад о том, как сложно найти автора, как сложно найти песню. Вот как ты нашел? Мальчишки просто пока рассматривают подарки, которые ты им принес. Дядя Эмин приехал. Стол завален подарками. Я просто скатил, завалил энергетик. Вот знаешь, самое наглое будет. На трансляцию открыть. Так, значит, очки. Рассматриваем, я расскажу, что творчество. Люля будет в пятницу на открытии сезона. Хорошо. Так вот, как ты нашел эту песню? Я расскажу. У меня есть такой друг, его зовут Вова Чинг-Конг. Известный очень, он и диджей, и аранжировщик, и продюсер. И он работает со всеми большими артистами. И я бы просто попросил, я говорю, Вов, давай вот я хочу какой-то свежий взгляд. Мы с тобой никогда не работали, хотя сидишь ты в соседнем здании уже лет пять. Давай сделаем вот абсолютно новую историю. Соберем такой writing camp, как называется. Несколько авторов. Я тоже приму участие. И просто сделаем, попробуем вот посмотреть на Эмина со стороны, сделать для него что-то такое свежее. А как еще раз автора зовут? Автора Володя Чиняев, Александр Лев. Там еще есть два савтора. Да, ребята, у вас получилось. Да. Все нормально. А Александр Лев, это тоже мой друг, который сделал кучу песен для Лепса, «Водопады», «Я стану счастливым», и так далее, и так далее. И, в принципе, продюсировал все эти годы всю мою русскоязычную музыку. И я сказал, Саш, ну вот давайте как-то общими усилиями сделаем такой релонч Эмина, потому что грустный Эмин, который поет «Бровки домиком», грустные песни о любви, его уже много. Давайте сделаем свежего, нового, молодого, худого Эмина. Ну, чтобы «Бровки» остались домиком. Не, ну, ты понимаешь, ты такой же ведь, то есть ты любишь шутить, ты вот сейчас вот там вообще что-то подкалываешь. Почему-то это не трансляет, как бы, да, абсолютно. То есть больше меня. Да, больше тебя. Но надо дать должное. Вот из твоего образа исчез Пьеро, вот честно говоря, он просто исчез. И все, надоел, он пусть отдыхает, да. А, ну ладно, ну хорошо. А ты можешь это связать с тем, что ты повзрослел? Я могу это связать с тем, что я... Все, что я сочинял всю жизнь, это всегда были баллады. Потому что мне как-то... Когда мне хорошо, мне не хочется сесть за инструменты, что-то сочинять. Мне хочется пойти с друзьями, что-нибудь выпить, покурить, получить удовольствие. А когда тебе грустно, ты сочиняешь песню. А когда тебе грустно, ты, конечно, сочинешь веселую песню. И вот у меня как-то не получалось. Я понял, что нужно сотрудничать с другими авторами, работать в соавторстве с кем-то, чтобы немножко как бы расширить границы своих сочинительских способностей. Поэтому я сейчас решил не сочинять и довериться профессионалам. То есть, по сути говоря, это первый человек, который заколотил клавесину. Но, с другой стороны, мы ждем какого-то такого совсем эксперимента, что-то в духе, кто тут пандал. Нет, нет, нет. Просто он... Невероятно, ё-моё, вот ему такой... Сейчас все низко поют, да. Не низко, а как обиженные все поют. Доквей, да. Они такой, у нас певец, и мин пришел к нам в студию, и тут хорошо. Да, и мин у нас в гостях, продолжает. А, сидим отлично. Не хочется уходить. Не хочется, поэтому пока пользуемся моментом, общаемся. Наши слушатели спрашивают, что это за пакеты подарочные, да? Сейчас расскажу. Нам вручил именно подарки, и я не удержался, вскрыл. Это самый первый. Там могли быть сигареты, например. Могли, но экран не оказался. Блок Мальборо. Там такой маленький кальян. Это я расскажу. Это мой любимый бренд. Вот я сейчас одет тоже в Джон Варватус. У меня очки тоже в Джон Варватус. Поэтому я решил поделиться с коллегами и подарить вам тоже такие маленькие сувенирчики из нашей новой коллекции. А что это ты как-то раз и изменил черному цвету? А я решил, что сейчас лето. Опять в черном. Как ты? Вот ходить, как черное пятно. Так, понятно. Хорошо. Черное пятно. Я одел серый. Прошу заметить. Мы хотели про лейбл поговорить, Леш. Ну да. Ну давайте я расскажу. То есть у фестиваля «Жара» и у всего медиахолдинга появился лейбл «Жара», «Жара Мьюзик», очень активно развивающийся именно в разрезе молодых артистов. Из, наверное, самых таких свежих, последних больших имен мы подписали Риту Дакоту, которая является вот с автором песни большой Светлана Лободы «Твои глаза» и написала огромное количество хитов для больших звезд, которые вы все знаете. И мы как-то вот сдружились с Ритой и решили, что все-таки она уже собирает большие залы. Ее вроде бы уже все знают, но как бы не хватает вот этого следующего шага, когда она станет уже совсем такой народной артисткой. Для этого ей нужно выйти на сцену Крокуса. Вы правильно понимаете? Но для того, чтобы выйти на сцену Крокуса, конечно, нужно, наверное, выпустить несколько больших песен. И как раз лейбл будет оказывать ей вот непосредственно вот эту поддержку, услугу, как можно это назвать. Но она автор собственных песен, я думаю, что мы с ней запишем в ближайшее время дуэт, который мы исполним на жаре, скоро его услышите и увидите. Я надеюсь, что у нее будет та песня, которая может встать плотно в сетку эфира русского радио и украсить эфир голосом прекрасной Риты Дакотты. И ее как видишь, то есть вот она, ну то есть кто она будет? Она будет, ну вот возьмем, например, Ани Лорак, да, такая вот Дива. Да, Ани Лорак Дива, да. Или там, например, Вера Брежнева, такая веселая сексуальная хохотушка, да, вот кем Дакотта может быть? Ну, мне кажется, у Дакоты такой идеальный, может быть, срез между сексуальной и прогрессивной Светланой Лободой и, может быть, утонченной Полиной Гагариной. Вот что-то надо найти посередине, мне кажется. Потому что, во-первых, она очень красивая, если вы следите за ее инстаграмом, очень талантливая, но с характером. И этот характер же, как бы, ее музыка пронизана этим характером, поэтому мне кажется, что, ну, такая девчонка в юбке, но в короткой. А в длинной, в общем-то, и не подписывали бы на лейбл. Кто еще из артистов на лейбле? Вот из больших Джиган на лейбле «Жара». Это по ней ДНК. Джиган? Джиган. Супер. Ну, да, да. Из свежих, молодых, Малина Ваи, Файка, Рауф. Ты по-азербайджански сейчас говоришь? Нет. А ты что, не знаешь таких артистов? Конечно, они же 25 раз в день на русском. Конечно, да. Ну, и много имен, многие из которых, многих из которых вот никто из присутствующих, наверное, не знает, но зато мы знаем их песню. Ага. Понятно. Ну, ладно. Слушай, очень волнует вопрос еще киноиндустрии, потому что, ну, значит, в фильме «Ночная смена» ты появился в роли Камелла, так сказать, в роли бизнесмена, типа, боиства слова. Который решил запеть. Да, да, да. Вот. А скажи, пожалуйста, дальше в кино-то, продвигаться будешь или как? То есть, может, в холдинг еще и кинокомпания войдет. Уже все сделано. Иди в кинотеатр 5 сентября. Это твоя первая роль на большом экране? Или у тебя уже было подсниму? Да, эпизодично где-то я у Мариуса до этого снимался. Так, пройти мимо. А здесь он меня как бы подписал на какую-то полноценную историю. Я не жалею, мне понравилось. Единственное, конечно, сниматься больше в кино я не очень хочу, потому что это очень длительный, долгий процесс ожидания между дублями. Чего я терпеть страшно не могу. Лежи в вагончик и решай вопросы. В вагончике надо возвращаться и быть не сонным, и что-то запоминать текст какой-то. А, выключает тебя, да, понятно. 5 сентября выйдет во всех кинотеатрской страны фильм, который называется «Жара», который снимался в Баку. В главных ролях снялась Диана Пожарская. Огромное количество профессиональных актеров, но, мне кажется, в российском кино это абсолютный рекорд по количеству звезд, которые приняли участие. А вы кастинг по фамилии проводили для актрисы? Ну что, там обязательно было ЖА? ЖА, да, кстати. Жара, Пожарская. Жара. Ну, Диана потрясающая. Она сейчас, кстати, у нее вот скоро будет большая новость, не буду говорить, но она реализовалась как актриса и за пределами нашей страны. Поэтому очень вовремя, что это кино выйдет вот 5 сентября, в котором также приняли участие такой большой список. Филипп Киркоров, Николай Басков, Тимоти Крид, там тр-р-р. Короче, кто приехал на фестиваль, тот и снялся. Да, всем пришлось в обязательном порядке сниматься. Да, у нас пришел Дмитрий Оленин. Привет, привет. И ценные информации на правах рекламы. Спонсор часа ООО «Монах Инвестинг» представляет аквапарк «Карибия». Полноценный отдых в большом городе для всей семьи. Билеты со скидкой на карибия.рф. Зеленый проспект, дом 10Б, категория 0+. Завтра впервые на «Русском радио». Слушайте и смотрите, друзья, живой концерт «Зиверт». Прямая трансляция из большой студии на сайте русрадио.ру и в мобильном приложении. Да, мы позволили себе чуть побольше поговорить, чем обычно, ну, в связи с тем, что у нас желанный гость был. Вообще, мы думали, что, знаешь, придет такой расслабленный ленивец, который просто наслаждается прелестями жизни, отдыхает все лето и так далее, а Эмин просто бесконечно работает. Да, пользуясь случаем, ты знаешь, я хочу передать тебе Эмин не просто привет, а трехтомник моих инвестиционных проектов. Поэтому желаем тебе, чтобы все-таки этим летом ты нашел время и отдохнуть, и провести время с семьей, с детьми, насладиться отдыхом. Вот и у меня, кстати, есть возможность спросить мне буквально вчера. Привет. Привет, дорогой. Звонят друзья из Нью-Йорка, говорят, слушай, ты можешь Эмина спросить, может быть, он один раз делает исключение и приедет на корпоратив на день рождения выступить? Ну, я всегда говорю, пожалуйста, за большие деньги я готов лететь, хоть в космос. Ну что, если ты, Оленин, эфиром в федеральной радиостанции пользуешься? Да-да, Оленин в доле просто, он берет свои 10%. Это точно. На самом деле, продай Эмина в Нью-Йорке. Разрушающий санкции просто, понимаешь? Да, послушайте, я назначил президента вообще в Америке. Да? Мюллер, во всяком случае, так думал все это время. Поэтому я возвращаюсь к началу, я желаю тебе, чтобы отдохнул ты все-таки этим летом нашел. Спасибо огромное. Спасибо большое, что... А я был очень рад вас всех видеть, потому что я по вам соскучился. Ребята. Возьмите еще. Спасибо. Приходите в августе. Увидимся в шорхаусе. И это тоже 14-го. 14-го, да, приходите. 14-го числа обязательно. Все на концерт именно 14-го июня. Да, ну и перед тем, как сказать тебе, знаешь, чтобы у тебя все славжилось и вот в добрый путь, да, там, и вот радости, вот один вопрос, не относящийся к делу. Вам угли в кальяне поменять? А я бросил курить кальянку. Вот поэтому я и хотел сказать, что ты красавчик. Вот знаешь. А мы шпаргалки себе с текстом песни на стол так положим, да, чтобы подпотвать и не ошибаться. Профессионал ЕГЭ просто. Огромное спасибо у нас в гостях. Был Эмин, друзья Галя Корнева, Антон Юрьев, Алексей Сегаев. До завтра. Пока. Русские пьяцы. Русские пьяцы.